Добрый день, друзья! Сегодня утро 22 августа. С вами я, Константин Перегуда, на канале Кунпери. Вот в такой домашней обстановке, в такой, как бы, студии моей. Я хочу поговорить сегодня о взаимосвязи выборов в президенты в Республике Аргентина 25 октября и о выборах в местные советы управления на Украине 25 октября 2015 года. Следующую информацию, которую я снял, я снял прямо с экрана монитора своего компьютера. И вы увидите информацию с Википедии. И сами делайте размышления, домыслы. Ну, я попытаюсь вот это объяснить в тех кусочках, которые вы сейчас увидите. Элекционис Презенциалис де Аргентина 2015. Короче, выборы президента Республики Аргентина в 2015 году. Я снимаю на камере прямо с Википедии. В данной ситуации Википедия не врет. Вот, просто отображает факт, который происходит в Аргентине. На что я хочу обратить внимание? В том, что выборы в Аргентине. Самое главное. Выборы в Аргентине состоятся 25 октября 2015 года. То есть, будут выбирать 130 депутатов, 24 сенатора и 43 каких-то там парламентария, парлосур. В этом году в Республике Аргентине допускаются к выборам детишки от 16 лет. И могут точно так же принимать в голосовании люди старше 70 лет. То есть, маразматики или не вполне созревшие, не определившиеся в жизни дети, которым по сути дела... Ну что ж, 16 лет человек какой имеет мировоззрение, да? Кому дадут пряник и конфету, за того и будут голосовать. Теперь берем ту же самую Википедию, которая, ну как бы не врет, да? И опять же смотрим. Региональные выборы на Украине. То есть, местные выборы, выборы в местные органы власти, которые пройдут на территории Украины 25 октября 2015 года. Помним Аргентину 25 октября 2015 года, ну там президента выбирают. Кстати, у нас тоже где-то президентский было в это время. Ну так получилось, что как бы законно-незаконно, там что-то кто-то пришел, Порошенко. А теперь вот согласно 141 статье Конституции и пошло-поехало байда по полной программе. О какой Конституции говорит вообще Википедия? О какой Конституции может быть речь, если на Украине состоялся вооруженный переворот, который наплевал, начхал на Конституции. Вот та власть, которая появилась, по сути дела, которая пришла неконституционным путем, говорит о том, что надо Конституции придерживаться. Вот мы смотрим. После победы на президентских выборах Петра Порошенко, вот тут что-то пишут, да, президентских выборах. Назначенный президент, короче, пошла вот эта вся фигня. Какие-то венецианские комиссии, Верховная Рада, Европейская хартия местного самоуправления. Пошла полная байда. То есть постановочные выборы, но тоже 25 октября, мне в принципе не важно, какого плана выборы происходят на Украине, но то, что 25 октября 2015 года выборы на Украине в местные советы, таким образом будет легализирована эта преступная власть, которая пришла путем военного переворота на Украине, не военного, а такого бандитского переворота. И выборы в Аргентине. Я много раз обращал ваше внимание на то, что Аргентина и Украина – это две агропромышленные страны, каждая из которых может кормить 25% населения. То есть 50% населения планеты могут прокормить эти две страны. Поэтому захватить власть в этих странах очень полезно, потому что человек, если не покушает, он не дырчит. В машинку, если не зальешь бензин, она не едет. Но и человеку, если не дать покушать какого-то бутерброда, даже пластмассового, он просто не будет работать, не будет шевелиться, даже не будет выбирать или быть избранным. Поэтому, получив власть в двух этих странах, группа управления получает доступ к половине, в общем-то, планеты. И с приходом клана Киршнер в Аргентине, но в Аргентине там все понятно, несмотря на бардак, устоявшаяся система построена братьями-каменщиками, там все понятно, все нормально, но Украина подстраивается под аргентинские процессы или Украину подстраивают под даты, для того, чтобы особо не заморачиваться какими-то там темами. Так как страны находятся на разных концах планеты, но и говорят, естественно, там на украинском, там на испанском языке, то мало у кого возникают мысли просматривать какие-то параллели. Так как я был в Аргентине 10 лет, я эти параллели вижу. В Аргентине правят те же люди, которые на сегодняшний день получили власть тем путем, который мы получили в Украине, это национальный флаг Республики Аргентина. Запоминаем цвет. Синий, белый, синий. На белом фоне знак солнца. Смотрим этот флаг, государственный флаг Израиля. Темно-синий на белом фоне и звезда Давида. Есть другие флаги тоже синие и белые. Белые и синие это в основном страны Латинской Америки, Сан-Марина, Никарагуа, другие страны. Вот сейчас набрал в интернете флаг партии регионов. Что же мы видим? Синие-белые, бело-синие, то есть все в синей-белой тональности. Основной цвет. Но насколько я помню, многие демонстрации были тупо с синие-белыми флагами, которые символизируют партию регионов. В определенных науках цвет играет определенную роль, он несет смысловую нагрузку. И два предыдущих, в общем-то, флага двух стран, а их существует там еще десяток, бело-синие, показывают принадлежность данной цветовой гаммы к определенным, ну, возьмем так, мировоззренческим постулатам. Сейчас там уже показался российский, но это уже другая кухня. Хотя тоже нужно думать о том, какой цвет за каким стоит, потому что каждый цвет несет в себе определенный посыл обществу. И вот объединенные нации, да, синий-белый. Значит, что еще хотел обратить внимание, что все те люди, которые организовывали партию регионов, и которые очень активно ее раскручивали, я не знаю, как Виктора Януковича туда занесло в партию регионов, вот, ну, так уже не повезло, да, то те люди, которые ее организовывали, они всем своим кодлом, гамузом находятся сейчас во власти в украинском правительстве. А все это под сини-белыми флагами. И ко всему прочему я вам скажу следующее, что те выборы, которые организованы в местные советы на Украине, они полностью незаконны, так как власть незаконна, власть преступна. Это власть преступников, которые вооруженным путем получили власть в государстве. И, в общем-то, от этого момента государство Украина свалилось на самые последние статистические ступеньки мирового статистического справочника. И ничего общего с какими-то венецианскими комиссиями, с какими-то правами человека на Украине вообще не имеет никакого общего. Потому что сама Украина, ссылаясь на Конституцию Украины, граждане Украины должны помнить, что если они будут принимать участие в этих незаконных выборах, они становятся тем самым образом соучастниками преступной власти, которая эти выборы организовала с целью легализации своего положения. Но если таким путем дальше идет, то есть череда кровавых переворотов Украину не будет оставлять до тех пор, пока на Украине не останется украинцев или тех, которые хотят постоянно поменять власть. Вот с вами был Константин Перегуда, канал Компере. Задавайте вопросы, думайте.